Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Продолжаю рассказывать о формировании томатов. Я вот в первую очередь, конечно, описываю те томаты, которые предназначены для открытого грунта, но у меня вот волей судьбы попали в теплицу. Для чего я их сюда загнала? Ну, конечно, для получения раннего урожая. У них укороченный срок вегетации. И пока мы дождемся вот этих вот наших красавцев, индетерминатных, крупноплодных, в первую очередь, конечно, поспеют вот эти. Вот сейчас я подошла к толстому джеку, но пока я добралась до него, конечно, он уже весь у меня в плодах. И я думаю, что если бы у нас не было продолжительного холодного периода, то он... Сейчас покажу вам. Вот видите? Ой, вот уже большие помидорки. Он очень такой, ну как, заросший какой-то. Ну, такой компактный, много у него листвей, его показывать сложно. Но все равно видно, что у него везде там вот эти яблочки висят. Если бы, еще раз повторюсь, не было вот этого продолжительного периода холодов, то, возможно, какие-то томаты уже бы были в более таком взрослом состоянии, может быть, даже уже бурые, потому что тот период, когда на улице были минусовые температуры, у нас, по-моему, неделя целая холодная была, теплица здесь, конечно, подогревалась, но условия мы тут на грани выживания были. Что можно сказать о толстом джеке? Конечно, это для открытого грунта, но как его позиционируют? Для открытого грунта и пленочных укрытий. То есть, его можно все-таки высадить под пленку пораньше, чтобы получить урожай. Вон, прям столько много джеков. Но все-таки потом его открывать и должен быть открытым. И вот это тепличное условие для него, конечно, это необычно. Как бы в открытом грунте ему лучше, сразу скажу. Это сорт ранний. Он практически не требует посынкования. Если бы он рос в открытом грунте, возможно, я его просто привязала бы к колушку и все. Но здесь, я повторю еще раз, в теплице я обязательно все убираю внизу, чтобы проветривалось. И вот видите, вот эти кочерыжки торчат. Это уже один раз я делала обрезку листьев. Удаление каких-то, возможно, пасынков, которые до первой цветочной кисти возникают. И вот только после первой вот этой плодовой кисти, тут я уже оставлю, может быть, два, может быть, три ствола. Все зависит от расстояния между растениями и от загущения, мешают они друг другу или нет. Если они будут более-менее так, свет будет проходить, и они будут не загущены, оставлю, значит, по два и по три ствола. Так, что еще сказать? Уже сказала, что он компактный. Это детерминатный сорт. Он не вымахает два метра в высоту. То есть это низкорослый детерминатный. Он, конечно, вас не поразит такой урожайностью, как, например, вот там, ботяня или там, не знаю, ну, которые огромные. У него всего 5-6 килограммов с квадратного метра, но зато их можно посадить на квадратный метр 5 растений. Они тоже, так же, как демидов, могут загущенно выращиваться. И, конечно, их ценность не в огромной урожайности, которую они нам никогда не смогут дать, а ценность в том, что мы плоды их, вот этого толстого джека, получим намного раньше, чем все остальные. Это скороспелость. И вот тут отмечают специалисты, вот фирмы, которые им торгуют, что в этом томате именно вот ценится такое редкое сочетание того, что он и крупноплодный, и скороспелый. В отличие от других ранних сортов, у него плоды 200-300 грамм. То есть они такие прям полноценные, крупные плоды, большие, мясистые. И очень хороши по качеству. Мякоть такая плотная, она ароматная и сладкая, и она ближе приближена вот к таким... Ой, тавтология, ближе приближена. Ну, короче, она приближена более крупноплодным сортам к мясистым, чем к скороспелкам. Потому что вы понимаете, что скороспелки все у нас 100-150 граммов, и они не отличаются большой сладостью, они немножко даже с кислинкой некоторые, то толстый джек, он, если его вырастить нормально, подождать, чтобы он хорошо вызрел, он поразит вас своим вкусом. Именно ароматные сладкие плоды, похожие на крупные, но полученные в более ранние сроки. Сразу говорю, еще раз повторю, что в теплице он у меня первый раз. Это как бы эксперимент. И потом, какой он получится, какую даст урожайность. Ну, вы это увидите, я вам покажу. Обязательно продегустирую и скажу, какой он на вкус. И отличается ли он от тех скороспелок уличных, которые в это время тоже уже будут на улице. Вот у меня ренет сейчас, спиридон уже завязались. Там-то я их тоже получу, но они все 100-граммовки. И они никогда про них не говорят, что они изумительно сладкие, мясистые. Они просто обыкновенный томатный вкус, что для скороспелых помидор обычное явление. А вот про томатного джека, ну, по крайней мере тот, который в открытом грунте вызревают, можно сказать, что он по вкусу превосходит их. Все, на этом я заканчиваю. Про формирование. Самое главное, что вы должны услышать вот из моего этого длинного такого рассказа, что в открытом грунте его можно не посынковать. Он будет компактный, оставляете там и два, и три ствола. А в теплице я заголяю весь низ ему, для того, чтобы проветривалось до плодовой кисти. А выше я смотрю на загущение. Если будет густо, удалю лишние стволики. Если будет не густо, могу оставить даже три. Это уже на дело хозяина. И какая у вас схема посадки уплотненная или нет. У меня-то проблема в том, что у меня по два томата в одну лунку. И если им будет, он же такой, как бы, видите, он такой, как бы сказать, много у него. Богатый вот такой листовой аппарат, листвы много. Так что если я лишнее что-то удалю, это ему ничего страшного не будет. Лысым его не назовешь. Он очень такой, как бы, ну не то, что раскидистый, но богатая листва, много листьев. Все, до свидания. Это был Толстый Джек. Но Толстый Джек пока что в теплице.